У нас в студии интересный гость. Это врач-невролог высшей квалификационной категории Оксана Эккерт. Добрый вечер. Здравствуйте. Оксана, мне сказали, что вы мама пятерых детей и вы знаете про родительство все, что можно знать. И тем более с такой специализацией, как вы. Я думаю, что на сотни вопросов, которые вообще можно сейчас ответить. Но мы вот у нас чуть-чуть времени, мы постараемся прям максимально. Но своих не лечим. Своих не лечим. Значит, смотрите, сейчас вот такая тенденция, может быть, в современных родителей, как только ребенок родился, все, все говорят. Я испытался на собственном опыте, мне сразу сказали, идите к неврологу, идите к неврологу. И вот надо ли так относиться к этому, нет? Ну, есть официальные декретированные сроки, когда смотреть малышей. Раньше их смотрели почаще. В месяц, после рождения мы их не трогаем до месяца. В месяц, в три месяца, в шесть, в девять и в двенадцать. На сегодня немножко родителям дали отдохнуть и осмотр, официально, я говорю про официальные, в месяц и в год. Но я все-таки призываю родителей смотреться с ребенком у невролога почаще, потому что есть небольшие критические периоды, когда нам не проскочить бы. Это в каких периодах? Значит, вот в месяц точно нужно посмотреться. И я еще радую за то, чтобы обязательно посмотрел остеопат. Это новая медицинская специальность, введена в номенклатуру медицинских специальностей. Это именно врач-остеопат, который учится достаточно долго, еще после того, как закончил мединститут, три с половиной года. То есть в родовом зале даже, чтобы посмотрел остеопат. Но так как у нас это не получается, то хотя бы до месяца или в месяц остеопат должен посмотреть ребеночка, потому что в родовых путях, или если это кесарево-сечение, то при самом кесарево-сечении идет патология именно черепа, шейного отдела и черепа. Если остеопат это поправит вовремя, то нам, неврологам, уже работы... Ну это такая, 90% шейным как раз отделом, да, и эти проблемы, они достаточно распространены. Да, я быстренько скажу про декретированные сроки, а то у меня увело к остеопатию. Значит, в три месяца я бы тоже рекомендовала смотреться, потому что проблема у детей нарастает до трех месяцев, как правило. Потом стабилизируется, и мы уже можем расслабиться где-то в 6-7 месяцев, когда ребенок начал ползать, хорошо переворачивается. Вот тут уже можно немножко расслабиться, проскочить 9 месяцев, но в год обязательно показаться, да. Просто я на собственном опыте, когда мы пришли к неврологу и... Вы пришли к ребенку, вот, пожалуйста, первый вопрос, который задает невролог, это, что пришли? Я, а что пришли? Не знаю, что пришли. Ну, наверное, неправильно вопрос задает, не то, что, что пришли, а, почему вы пришли? То есть, вы больше, почему, да, да, да. Я образно, конечно. Если ты не понимаешь, ну, вот тут... Сказали, надо. Да, многие мне говорят, а вы посмотрите сами, что найдете. Да. Вот, то есть, я так понимаю, это не мой вопрос о том, на что нужно обратить внимание. На что жалуетесь там хотя бы, да. На что посмотреть. К доктору пришли. До годика мы смотрим возбудимость ребенка, как правило, до 3 месяцев, даже, ну, у некоторых до 4, это животики. То есть, это не внутричерепное давление банальное, которым все говорят, что надо лечить внутричерепное давление. И раньше неврологи лечили это диокарбом, аспаркамом. Ну, кто-то помнит и слышал это. Сейчас внутричерепное давление, как таковое, оно не существует вот прямо у каждого второго. Это тяжелая патология, и мы, как правило, в поликлинике не видим, детки уходят в стационары. Поэтому то, что... То есть, как могут определить? Ну, как бы, это просто клиника более выражена. И то, что принимается за внутричерепное давление, это крик младенца, его возбудимость, вздрагивание, например, срыгивание. Может быть, как раз, вот о чем я говорю, обусловлено и животиком, в том числе, коликами. Вот до трех месяцев мы смотрим совместно с педиатром. То есть, нужен обязательно хороший педиатр, который будет это все контролировать и работать вместе с неврологом. Да, потому что, когда мы назначаем массированную медикаментозную терапию, мы ухудшаем состояние животика и ухудшаем состояние ребенка, тем самым еще больше думая о неврологических каких-то проявлениях. На счет вот эти вот колики, они могут у родителей... Они могут маскировать неврологическую симптоматику, да. То есть, сначала определиться с педиатром, действительно ли это неврология, потому что может быть именно колики. А вообще, как понять, что ребенку нужно к неврологу и там какие-то явные тревожные звоночки? Ну вот, беспокойство, вздрагивание, о чем я сказала, которое, в принципе, есть, если их действительно много, это не колики. Если это после трех месяцев, если ребенок отстает в моторном развитии, не переворачивается, допустим, к 4,5-5 месяцам, не ползает в 6-7 месяцев, не встает на ножки у опоры в 9-10 месяцев, то тут есть смысл обратиться к неврологу. Это если говорить о детях до года. Если говорить о детках от года до 3 лет, важно речевое развитие и развитие коммуникации, потому что очень много аутизма сейчас. И это очень беспокоит родителей, и они занимаются даже гипердиагностикой. Видя у своего ребенка какие-то симптомы, они прибегают раньше. И, кстати, спасибо родителям, это действительно нужно делать. Ну и потом критические периоды, это где-то с 3 до 5, когда ребенок растет, это развитие речи, а уже с 5 до 7 это подготовка к школе. И там часто у детей возникают впервые неврозоподобные синдромы. Это вот эти моргания, дергания, страхи, энурезы сохраняются. Если раньше считалось энурез до 3 лет, ну, недержание мочи. А с чем это связано эти вот перед школой? Это созревание структур, то есть это физиологические моменты. Плюс мы же, родители, всегда хотим с детей вырастить каких-то вундеркиндов. То есть нагрузка, да, освоение реализованной какие-то потребности. И мы, ну, и страхи свои, да, родители же очень боятся, что ребенок будет какой-то несостоятельный в нашей быстрой жизни. Социализация, да, хотелось бы, чтобы была лучше. Поэтому они хотят напихать все, и максимально, чтобы ребенок был развит всесторонне. И поэтому некоторые дети это не выдерживают, потому что и тип темперамента может быть разный. Папа может быть холерик, мама там спокойная сидит. И ребенок унаследовал холерический тип, а мама думает, что его надо к неврологу, например, отправить. Ну, не один раз, и вот с педагогами я общался очень часто, что нагружают действительно детей. И физически они устают, потому что, ну, ребенку нельзя столько дополнительных занятий. Конечно, а вы не забывайте про гаджеты и телефоны, которые перегружают мозг. Конечно, то есть, когда перегружается мозг и физически, и эмоционально, это тоже очень тяжело. А если вот по вашему опыту, вы же давно занимаетесь, да, своей специализацией, все-таки раньше дети, и сейчас, ну, вот, боли стали такими раздражительными. Неврозов больше стало. Неврозов больше, да. Дети, я начала про НРС говорить, дети, если раньше ночное недержание мочи считалось до трех лет вариантом нормы, и мы лечили, начиная с трех лет, сейчас рамочки сдвинулись, дети стали более какие-то инфантильные, и мы уже продвигаем, что дети могут сикаться у нас до пяти лет. Ну, так и до восемнадцати, может быть, дойдем когда-то. Поэтому вот этот инфантилизм в плане раздвигания границ, я считаю, не должен успокаивать родителей. А вы ругаете родителей за то, что они... Нет, я говорю, что, да, возможно, до пяти лет, но давайте начнем пораньше. Лечить я имею в виду. То есть это всегда незрелость нервных структур. То есть это не патология, но есть какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание. Скажите, пожалуйста, вот многие родители, у нас немного совсем времени, тема важная, но многие родители, зная, что у нас есть в интернете сейчас, якобы все, начинают про какие-то симптомы и прочие вещи вытаскивать с интернета и применять это на своем ребенке. Скажите, насколько вот прям вредно вот это все? Это хорошо, что родители стали более умные, более продвинутые, но это как синдром третьекурсника, когда мы в мединституте на третьем курсе начинаем изучать болезни и находим все у себя. И тут гипердиагностика у родителей, и излишнее залечивание происходит, и тревожность родителей, потому что иногда надо дать ребенку самому восстановиться и не вмешиваться, просто хотя бы своим поведением показывать, что ты в него веришь, ты его любишь, и ты его поддержишь в любом случае. Спасибо вам огромное. Очень жаль, конечно, что так мало у нас времени, но тем не менее, еще раз хочу сказать спасибо нашей гости. Оксана Экотт, врач-невролог высшей квалификационной категории. Благодарю за беседу. Здоровья всем вам, вашим деткам. Всех вылечим, приходите. Через рекламу увидимся.